Высаживать из салона всех, кто отказывается надевать маску. Такой принцип работы с пассажирами в городе действует с осени. За это время в Самаре по своей же вине не смогли продолжить поездку в наземном транспорте более полутора тысяч человек. Сейчас, когда в регионе снова похолодало, школьников и студентов на мороз высаживать, конечно, не будут. Впрочем, ежедневные рейды с участием полиции не только продолжаются. С этой недели контроль ужесточили. Оперативный штаб, рассматривая ситуацию с заболеваемостью, отметил, что цифры у нас не снижаются и даже есть некий рост небольшой. К нам пришло поручение усилить наши рейды, поэтому мы стали ежедневно проводить еще чаще. Плюс сегодня вместе с нами присутствует представитель общественности. Помощь, она необходима нам, и мы ее всегда приветствуем. Самое главное, чтобы пассажир был сознательным и применял маску и перчатки. Особенно в пассажирском транспорте, где пассажиропоток очень серьезный, и сменяемость пассажира тоже высокая. Есть контакты с другими гражданами, и можно заразиться, получить инфекцию. 196. Столько протоколов на сегодняшний день выписали сотрудники полиции на ярых антимасочников. Все они категорически отказывались пользоваться средствами защиты. Если же маска при себе имеется, и гражданин готов ее надеть после замечания, наказание не последует. Также продолжается работа и с сотрудниками транспортных предприятий. Нами усилена работа по проверке масочного режима. Проведены инструктажи с личным составом в ежедневном режиме. Все сотрудники выходят в экипировки и, естественно, со средствами защиты. Также напоминают нашим пассажирам, что необходимо, прежде чем оплатить проезд, надеть маску. За то, что в салоне едет обелеченный пассажир без маски, отвечает и кондуктор. А вы им объясняете, что говорите? Ну, что вводили маску, я сама не снимаю никогда. Раньше как-то ругались, а сейчас более-менее привыкли. Бывает без напоминаний одевают маску. Напоминать приходится все реже, замечают и участники рейдов. В этом и главная задача ежедневных проверок, объясняют городские власти. В том, что маски спасают, не сомневаются и сами граждане. Я ни разу не болела. На улице я снимаю, а вот в транспорте везде, вообще всегда одеваю. Именно на нос. Потому что просто так, это ни о чем. В метрополитене действует турникетная система. На станцию метро граждане без масок пройти не смогут. 10 501 человек. Столько самарцев без средств защиты. Развернули на входе в подземный транспорт. Напомним, за нарушение масочного режима в общественных местах грозит штраф до 30 тысяч рублей. А в случае рецидива 50 тысяч рублей. Решение выносит суд. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова